Привет! Как дела? Ну вот и наступил новый 2021 год, которого мы все так ждали. Будем надеяться, что в новом году история с пандемией наконец-то закончится, и мы снова обретем полную свободу в передвижении и будем путешествовать по миру, как прежде. Сегодня же я хочу рассказать вам о том, что такое New Year Resolution. Что же это такое New Year Resolution? Это планы, которые англичане строят с 1 января. Для этого они берут вот такой вот блокнотик, абсолютно новый, шуршащий, и интересную красивую ручку, которой они будут записывать новые планы на этот год. Я все это приобрела на выставках в качестве прессы, мне вот дали такой какой-то блокнотик, я не помню на какой выставке. И вот сегодня с вами я буду составлять свои планы на ближайший год и рассказывать, как строятся планы в New Year Resolution List. А пока хотела подвести итоги моих друзей за предыдущий год. Про свои итоги 2020 года я рассказывала вам в ролике на свой день рождения. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Ну, а так, очень много различных интересных событий произошли в жизни моих друзей. Итак, Моника, к которой я езжу в Лондон и у которой останавливаюсь всегда, она приобрела новый дом в районе Crystal Palace. Поэтому если в 2021 году откроют границы и я поеду в Лондон, я вам расскажу и покажу этот район. Моя лондонская подруга Настя, которая уехала в Ригу, они с мужем купили новый дом под Ригой, а также у них появился малыш, которого они назвали Кристофер. Моя подруга Лидия из Швеции нашла интересную работу и сняла свою собственную квартиру в Стокгольме. Так что тоже, если откроют границы, я поеду путешествовать по миру и буду рассказывать и показывать вам не только Лондон и Англию, но и новые другие города и страны. Моя лондонская подруга Ольга из Екатеринбурга наконец-то скоро получит гражданство в Великобритании. Буквально на днях у неё будет проходить церемония вручения паспорта. Вот так вот постепенно все двигаются к своим заветным целям. Мы в прошлом году ничего, конечно, такого экстраординарного не сделали. Мы сделали это в предыдущий год. В 2019 году мы купили новую квартиру и вот в этом, в 2020 году потихонечку её обставляли. Как всё это проходило, я вам рассказывала и показывала. И в принципе пока финиш. То есть мы закончили мебелировку и теперь будем наслаждаться жизнью в этой квартире. Кроме того, у нас появился новый член семьи Челси. Я вам уже про это рассказывала. К сожалению, наша предыдущая собака Джелочка ушла в мир иной. Но когда-нибудь мы все там встретимся, будем надеяться. А пока будем составлять новые планы. Итак, поехали! Конечно же, англичане составляют свой список примерно из 10 пунктов тех дел, которые они должны совершить за этот год. Но, к сожалению, этого листа у них хватает ровно на полмесяца. После того, как пройдет половина января, их планы заваливаются новой стопкой бумаг. Но мы, россияне, немножечко по-другому строим свои планы. Мы стараемся придерживаться своего списка и делаем все возможное, чтобы наш список к концу года полностью исполнился. Я считаю, что наши планы должны быть реальными. И для этого мы должны полностью прописывать в деталях, как мы это будем делать, и последовательно выполнять те пункты, к которым мы стремимся, чтобы завершить наши дела, наши планы. Итак, поехали! Изначально мы, естественно, продолжаем наши планы, которые не осуществились в предыдущий год, но мы реально стремимся завершить их в новом году. Итак, что было важным для моего диетолога, это немножечко скинуть вес. То есть я должна была скинуть 10 кг. У меня получилось около 5 кг, поэтому пишем снова 10 кг, потому что в идеале мне надо было бы скинуть 15 кг, чтобы у меня был идеальный вес для моего возраста и для моего роста. Итак, пишем. Похудеть на 10 кг. Что мне для этого надо будет делать? Продолжать переходить на поедание круп, потому что это самый важный ингредиент в борьбе с лишним весом, а также пить много воды и ограничить сладкое, с чем я уже, в принципе, более-менее неплохо справляюсь. Дальше у меня в планах было научиться анимации. Это достаточно модный и востребованный нынче инструмент в видеоиндустрии. Поэтому пишем. Базовый курс анимации. Наконец-то я купила новый хард-драйв, то есть жесткий диск на 8 терабайтов, и смогу теперь полностью рассортировать все свои фотографии и видеоролики, чем я и займусь в этот год. Вот так пишем. Сортировка фото-видеоконтента. Казалось бы, это такое простое дело, но так как за 10 лет уже практически моей репортерской жизни у меня накопилось, я не знаю, 2 или 3 миллиона фотографий и видео, это будет достаточно сложный проект. Я уже этим занимаюсь какое-то время, но все равно до конца довести не могу. Будем надеяться, что в этом году я все рассортирую и уже буду структурировано заносить новые фото и видеоконтент на этот жесткий диск. Ну и, конечно же, мой канал Англичанка. Я постараюсь вывести на новый уровень, на уровень монетизации. Для этого мне нужно 1000 подписчиков и продолжать рассказывать вам мои маленькие истории большого города под названием Лондон, а также про другие города Великобритании. Кроме того, я продолжаю искать интересную для себя работу. Весь предыдущий год я все-таки пыталась понять, какова ситуация на рынке вакансий и на рынке бизнес-индустрии в России. Более-менее пришла к своим каким-то выводам и поняла, что свой бизнес создавать в России я пока не буду. Тем более в условиях пандемии то, что я могу и планировала делать, пока невозможно. Работать в какой-то большой компании с инновациями и технологиями пытаюсь найти такую работу, но пока таких вакансий очень мало. Я отправляю резюме, но, к сожалению, нет никакого ответа. Поэтому, может быть, буду искать что-то за границей. Посмотрим. Это пока такой размытый план. Как там будет дальше с пандемией, начнем ли мы путешествовать и так далее. Кстати, по поводу путешествий это мой следующий пункт. Итак, интересная работа и путешествие. Как минимум в три страны я планирую съездить в этом году, если откроют границы и будут выдавать нам, россиянам, визы. Кроме того, я планирую прочитать как минимум три классических книжки, потому что на книге у меня практически нет времени. Все-таки классика должна существовать в нашей жизни и надо выделять на это время. Я помню, в Лондоне у меня тоже не было на чтение книг времени, но, тем не менее, я ходила специально в парк читать книги или брала их с собой в метро. Прочитала я там, помню, Анну Каренину, после того, как мы сходили с моей подругой Настей на кастинг. Я об этом тоже буду рассказывать. Достоевского читала, Чингиза Айтматова. Очень люблю этого автора. А также всего Артура Хейли. Очень люблю тоже его книжки, которые в деталях описывают работу того или иного бизнеса, как отель, так и аэропорт. Ну, а я попробую выбрать для себя что-то новенькое, которого не было в нашей школьной программе, но, тем не менее, считается классикой, может быть, Достоевского и, может быть, какие-то книги из современных авторов. Кроме того, я хочу найти вот такие вот фотоальбомы с магнитными листами, которые хочу оформить в Лондон все свои поездки, на Канары, куда я еще ездила, в Дубае, в Амстердам. И, по-моему, в Праге я была. Вот за весь период жизни в Англии я попутешествовала еще и по другим странам. Ну и помимо этого у меня еще не оформлена Испания. Так, у меня уже таких вот альбомов накопилось 4 штуки. Это мое европейское турне, мое первое путешествие за границу в 2003 году. Об этом обо всем я буду рассказывать, показывать, возможно, вам эти фотоальбомы. Это очень важно иметь распечатанной фотографии, потому что кто знает, что нас ждет с компьютерами и что будет там через 5-10 лет. А все-таки память, она существует хотя бы и на бумажных носителях. Если вдруг не будет интернета, если вдруг не будет электричества, мы будем вспоминать благодаря таким фотоальбомам. Ждите, расскажу и покажу тоже все свои предыдущие поездки в Европу, а также вот этот вот, допустим, альбом моей первой поездки в Лондон. Итак, пункт номер 8. Оформить альбомы. Под номером 9 это будет реально осуществимый план, который мы запланировали с мамой в прошлом году. Поставить памятник на могилу моего брата. Обойдется нам это в 50 или 60 тысяч, но тем не менее это нужное дело. Будем копить, оформлять и заказывать. Еще одно дело, которое осталось с прошлого года, это доделать все мои зубы. Какие-то надо вылечить, на какие-то поставить коронки. Ну, в общем, закончить все лечение моих зубов. Итак, вот составлено 10 пунктов. Все, естественно, у меня проработано это в деталях и в голове, но кроме книжек, которые я еще пока не выбрала, которые буду читать. Поэтому посмотрим. В конце 2021 года я вам отчитаюсь. Есть еще у меня один пунктик из личного дела, про который я вам пока не буду рассказывать. Начала я заниматься этим в прошлом году. Как все это будет развиваться и будет ли. Если будет, то расскажу. Если нет, ну, значит, забудем об этом. Рекомендую вам тоже также составить некий список важных дел на этот год и придерживаться иногда поглядывать в тетрадочку, в блокнотик, что же вы там напланировали в начале января. Конечно, мои дела не такие важные, потому что, в принципе, проживая в своей стране, я не завишу от каких-то визовых ситуаций или каких-то иммиграционных дел. Поэтому я напланировала какие-то мелочные дела, потому что все большое и основное уже выполнено. Осталось только оформить жизнь так, чтобы она была интересной и комфортной. Ну, а если у вас есть какие-то грандиозные планы, там, купить квартиру, машину или еще что-то, поэтапно, постепенно, как говорит моя мама, слона надо есть по кусочкам. В деталях расписывайте пункты осуществления ваших планов и вперед! Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok